В Твери в мультимедийном парке «Россия. Моя история» презентовали фильмы «Навсегда» и «Дом», которые созданы в рамках всероссийского проекта «Киноуроки в школах России». Его суть в создании детских игровых короткометражных фильмов для внеклассных уроков. Подробности у нашего корреспондента. Главный герой фильма «Дом» — воспитанник детского дома Кирилл. Мальчик совершенно замкнут и необщителен. Найти общий язык Кирилл смог только с девочкой Олей из отряда в детском лагере. Роли в фильме играют дети из Тверской области. Так роль Кирилла исполнил Всеволод Изотов, ученик 34-й школы Твери. Роль интересная. Мне понравилось играть. Сложно было. Это сцена, где надо было заплакать. У меня не получалось на сцене. Очень долго ее снимали. Но в итоге получилось. Я думаю, что все хорошо. По сценарию фильма директор лагеря и профессор архитектуры совершенно случайно узнают об удивительном таланте Кирилла к рисованию. Они предлагают ему развивать свои способности, которые позволят ему стать хорошим архитектором и прославить свой край. Помогает определиться со своей будущей профессией и подруга Кирилла Ольга. Ее исполняет Анастасия Зайцева из 7-й школы Вышнего Волочка. Мне пришло приглашение в школу пройти кастинг. Мы с мамой решили попробовать. Отправили видео, где мы читали текст. И мне пришло ближе к лету, ну так сказать, что я прошла кастинг. И я встала на главную роль. Неравнодушие, взрослых, дружба, коллективное творчество и труд. Вот залог успеха и верный путь к закрытому сердцу ребенку. К слову, фильм был снят на вырученные деньги от сбора макулатуры. 1 миллион рублей. Мы сегодня сняли уже 41 фильм. В 78 субъектах федерации уже сегодня этот проект реализуется довольно успешно. Стоит отметить, что все эти фильмы, практически все снимались на макулатуру. То есть это были абсолютно народные фильмы, когда миллионы школьников собирали, так сказать, из мусора, создавали сами для себя воспитательное кино. На просмотр фильмов были приглашены школьники из Твери и районов Верхней Волжи, дети, прибывшие из Луганской и Донецких народных республик, педагогические работники. Также на мероприятии присутствовал полномочный представитель президента РФ ЦФО Игорь Щеголев, губернатор Игорь Руденя и митрополит Тверской-Кашинский Амбросий. После просмотра фильма участники мероприятия обсудили сюжет и нравственные качества, которые он воспитывает. Хочется, чтобы таких фильмов выходило больше. Хочется общаться с ребятами, которые принимают участие в этом фильме. Всероссийский проект «Киноуроки в школах России» представляет собой воспитательное занятие, в основе которых детские и юношеские короткометражные художественные фильмы. Как отметил полпред Игорь Щеголев, проект ценен тем, что в современной художественной форме транслирует образ будущего. Проект не только способствует сохранению, воспитанию ценностей у нас в семье. Это проект, который транслирует образ России. Какой мы хотим ее видеть в будущем. И какой мир хочет видеть нашу Россию. Она должна состоять из таких людей, которых мы видим на экранах. Добрых, отзывчивых, смелых, трудолюбивых. Которые любят свою семью, любят своих родителей, любят свою страну. В свою очередь школьники выступили с инициативой проведения кинофестиваля Центрального федерального округа в Тверской области. Губернатор отметил, что регион готов организовать проведение фестиваля два раза в год. Весной и осенью. Кроме того, Игорь Руденя поддержал озвученную детьми инициативу о съемках второго фильма на территории Верхней Волжья. Все, что сегодня мы можем делать и поддержать, мы это обязательно будем реализовывать. Потому что это все тот материал, который останется для будущих поколений. Очень важны все направления, абсолютно. Поэтому у нас есть и комитет по делам молодежи. Я думаю, что сегодня коллеги, здесь присутствовало руководство комитета, будут очень активно с вами взаимодействовать. И я уверен, что еще родится много-много новых интересных проектов. Еще одна представленная короткометражная лента «Навсегда». В основе сюжета – подвиг детей в аджимушкайских каменоломнях, борьба с фашизмом, отношение детей и подростков к истории. Сегодня такое кино особенно актуально. Субтитры создавал DimaTorzok